Всем привет, я Ира, это мой канал о книгах и чтении. И несколько лет назад, в октябре, я завела традицию снимать прочитанное «Жутября». В октябре обращайте внимание на книжки с таким хэллоуинским, страшновато-привиденческим, мрачно-захватывающим антуражем. В этом году «Жутябрь» реально жуткий. Снимать что-то не успеваю совершенно. Однако я решила улучшить момент и начать съемки читательского влога, возможно, это будут книжные выходные, потому что сегодня пятница вечер. Для начала у меня есть четыре книги жутко-хэллоуинского спектра, которые у меня образовались буквально за последние несколько дней. Я решила про них немножко рассказать. Если вам такое интересно, устраивайтесь поудобнее и оставайтесь в креслах до полного изнеможения этого видео. Друзья, привет! Хочу показать вам апартаменты. Мы здесь оказались, потому что решили отметить день рождения моей дочери в интересной обстановке. Сейчас мы с вами посмотрим, что здесь да как. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Всем привет! И сегодня мы проверяем этот дом на чистоту. С вами Ревизора, кстати. Это Гильяна Литучерна. Ты под пальцем. Итак, надо знаешь, что сделать? ПЫЛЬ! Я не рекомендую вам этот дом. Сейчас мы вам покажем, почему мы еще вам его не рекомендуем. Пройдемте со мной. Я знаю, пройдемте со мной. Кто-то спрячьтесь кто-нибудь в шкафу, в маске этого. Мы откроем шкаф. Мы откроем шкаф. Это шкаф. Ревизора найдет. Ревизор не рекомендует. Давай, Ревизора, сейчас найдешь этого. Чебрика. О, Боже. Чебрика. В шкафу. Ну, знаете, семья блогеров что-то надо делать. Так, давай. Итак, я вам не рекомендую эту квартиру. Много тараканов. А также есть огромный постельный хлоп. Что вы можете сказать? Мы не можем его выкинуть. Как вам нравится здесь? Все просто прекрасно. Вам не нужна случайно подушечка? Нет. Это же постельный хлоп. Зачем вы с ним так? Какие еще здесь есть особенности? Ну, вот это вот очень хороший человек. Здравствуйте. А я постельный хлоп, да? Ты в шасси. Я маленькая, да. Но они же не идут в комплекте с квартирой. Нет. Ну и что? Боюсь, что и ваши хлопы, все тараканчики тоже просто подсажены ради шоу. Ну-ка вставайте по высоте. Ладно, давайте. Давайте зафиксируем высоту. Высоту зафиксируем. Это же исторический момент. Аня. Аня выросла уже выше. Смещайся. Так, Вася, вставай рядом с Асей. Скриншотик сделаем. Отлично. Встретимся через год, проверим, кто как вырос. Кто плохо вырастет, будет откармливаться торчиками. Мне бабушка сказала, что я до 15 лет, скорее всего не вырасту больше. И вот я уже переделала все дела. Дети развлекаются в другой комнате. Я решила устроить себе такой небольшой видеосет. Месяц-то жутябрь уже и к концу скоро подойдет. Уже середина месяца. Покажу книжки, которые сегодня у нас на повестке дня. Во-первых, лихо на Ди Саве. Я подумала, как жаль, что Росмен не обращается ко мне с предложениями о сотрудничестве и не присылает мне всякие новинки. Но когда я начала книжку читать, у меня появилось столько претензий, что я порадовалась, что никаких у нас отношений с Росменом нет. У меня будет возможность сказать что-то близкое, потому что я реально чувствую, читая эту книжку. Дальше у меня здесь Кэтрин Валента. «Сказки сироты в ночном саду». Книгу я взяла в библиотеке. Сяду почитаю немножко. По крайней мере, составлю себе впечатление от этой книги. Пойму, буду ли я читать до конца, или можно спокойно все-таки дойти и сдать ее в библиотеку. Дальше приезжала недавно в Тюмень Лена с канала «Ланса по Натай». Лена мне подарила перед отъездом комикс «Веры Бросгол. Призрак для Ани». Тут Лена оставила такие наклеечки осенние. Графический роман интересный тем, что его написала девушка, родившаяся и жившая первые пять лет в России, потом переехавшая в Америку. И главная героиня тоже русская по происхождению, но американка, русская американка, эмигрантка. И тут будет «Призрак» и что-то такое вот в Хэллоуине. И, наконец, еще один подарок от Лены. Это Оскар Уайлд и его кентравильское привидение с приятными иллюстрациями. Такое совершенно детское издание. Здесь много картинок, я полистаю. Думаю, что в этом влоге, может быть, мы с Васей даже почитаем, опробуем на детях, хотя здесь стоит 16+. Но Лена уверяет, что Вася, которому 7,5 лет, выдержит это кентравильское привидение. Итак, начну я свой рассказ с станции «Лиха» на Дисавве. Мне очень нравится, как она оформлена. Она здесь очень привлекательная для меня обложка, которая включает разные звоночки, задействует знакомые образы и интригует. И называется это «Лиха» из соединения станции, такой какой-то про поезда что-то, в данном случае про метро. И «Лиха» как что-то аутентичное русское, какому-то русскому фольклору отсылающее. Все это интригует. И, конечно, очень хорошие, я слышала такие отзывы, замечательный отзыв на канале у самого Росмена, сделала Юля Букс и Раундами. Вот после него я пошла и шиканула, и за 600 с чем-то кровных рубликов эту книжку купила. И говорю для того, чтобы показать, насколько я была замотивирована тем, чтобы именно в жутибре прочитать вот такую новинку с привлекательной обложкой. Она, кстати, и на ощупь очень приятная. Значит, история это о том, как студентка художественного факультета какого-то института московского заснула в поезде метро и проснулась в другом мире. Очень быстро она поняла, что этот мир не похож на ее. Вроде бы выглядит как обычная Москва, но что-то в ней произошло. Какая-то катастрофа гуманитарная, очевидно, весь микрорайон заброшен. Но также она понимает, что это не совсем ее мир, потому что в этом мире люди находятся в совершенно естественных каких-то общепризнанных отношениях с какой-то нечистью, с какими-то домовыми, кикиморами и так далее. Ну и, судя по всему, в этом мире дела как-то идут не очень хорошо, потому что вот эта вот лиха ужасная, чудовище, этот мир захватывает. И она попадает в самую гущу событий, ничего не понимает, и мы вместе с ней тоже. Ну и завязка такая привлекательная, да? Ну как вот тут не взять было? Вот тут такой, смотрите, нафорзится воронья стая. Воронья стая у меня ассоциируется, конечно, с лукьяниновскими, этими воронками, которые тоже над микрорайонами окружили. Как только я эту книжку открыла, я осталась потыкаться. Закладки мне попались под руку, и я решила их все-таки делать, когда я прочитала больше половины. Но поверьте мне, вот сколько закладок в этой части, с такой же густотой они бы встречались и тут. Повторяющиеся слова, неудачные формулировки, канцеляризмы, бытовая лексика, все это намешано, стилистически все это как-то очень неровно, и прям вот отовсюду торчат какие-то волоски, ниточки незаправленные и так далее. И это прямо, ну, с самого начала занижает вообще восприятие текста. Сейчас я буду долго прикапываться к словам. Возможно, вам это не будет интересно. Вы можете промотать, я оставлю там тайм-коды. Просто, когда я после нескольких страниц говорю прямо в Инстаграм, не поленюсь зайти и пишу, что этой книге не хватает еще дополнительной литературной редактуры, я понимаю, что я отзываюсь о чем-то детище, о чем-то труде, о труде редактора, который уже прошелся, скорее всего, по этой книге. Поэтому я здесь расскажу про некоторые вещи, которые я заложила на случай, если на это видео наткнется кто-то, кому есть до этого реально дело. Первая закладочка на вопивчем примере. Яна позвали меня. Сколько можно блуждать? Дом не такой большой, чтобы не найти кухню с первого раза. Это был точно Стас. Только он мог ловко балансировать между полным отсутствием этики и дружелюбностью. Стас как бы подкалывает Яну, да? Ну, может быть, отсутствие такта, тактичного, деликатного обращения. Но здесь не идет речь об отсутствии этики, потому что если этикет – это правило поведения, то этика – это речь здесь идет о каких-то ценностях, такой ценностной конструкции, системе ценностей и взглядов. То есть здесь буквально слово используется не по назначению. Я так сильно ассоциировала Матрону Михайловну со своей бабушкой, что увидеть ее в таком виде было слишком сильным потрясением. Ну, вот тут масло масляное. Увидеть в таком виде – надо было что-то тут заменить явно. Дальше. Само слово «лихо» не склоняется. «Лихо», «лиху», «лихом» можно склонять. Но тут вот «лихо» всегда такое деревянное. Зараза «лихо» угрожает всем мирам. К вопросу об этических проблемах. Герой предлагает убить 100 человек. Он сначала не соглашается, ему как-то непонятно, и он себя уговаривает, как он это может сделать. Он уже понял, что вроде как ему этого не избежать, он с этим соглашается, но ему трудно поверить, что он сможет убить 100 людей. И тут он приходит к выводу, что можно же убивать их, как будто бы это компьютерная игра. Если относиться к этому всему как к симуляции, то в целом можно попробовать. Сама идея предложить ему такое странно, но подсказка также, что можно мочить людей, представляя, что это симуляция, но она такая себе. Хотя в этом мире, конечно, здесь есть объяснение, что якобы в этом мире они постоянно перевоплощаются. Они знают, что после того, как они умрут, они снова прорастут в жизни, как колесо, снова и снова. Колесо жизни возвращает души в тела и дает им новые жизни. Но, во-первых, они свои старые жизни не помнят. То есть этим людям, которых он убьет, все равно придется расстаться внезапно со своими семьями, со своими друзьями, со своими привычками и так далее. Иногда душа так сильно хочет жить, что от нее остается фантом. Идея самой души – очень злобная идея. Ну, короче, вот такие сомнительные какие-то рассуждения. Очень много у меня вопросов вызывают. Опять этический вопрос тут возникает. Значит, Нора говорит, мы не убиваем. Но потом она затевает чурий танец и жестоко расправляется с каким-то персонажем, который представляет собой просто какого-то частного злодея, мелкого. Просто какого-то жалкого человечка, который там, конечно, кого-то и губил, и все такое. Но главный враг у них – это вот эта лиха. Это оно всех побуждает слабых, каких-то озлобленных людей, побуждает реализовывать свои мелкие какие-то пристрастия. Но на самом деле они все служат этому большому лиху. И в то время, когда надо сражаться с этим большим злом, как-то ему противостоять, они совершенно нормально относятся к тому, чтобы сладострастно как-то взять и убить, отомстить какому-то маленькому частному ратнику. И она как бы не убивает его напрямую, но через особый чурий танец. Чурий танец здесь у меня подчеркнут, потому что это отсылает к книжке «Ведьмин век» Диченков, супругов Диченков, которые я читала недавно, тоже, кстати, по совету Юли Буксарандами. Там вот мне понравилось. И у них тоже похожие есть танцующие персонажи из фольклора, которые своим танцем убивают навык. «Ой, я тебя не виню, улыбнулся кот, обстоятельства были сильнее тебя». Ну, то есть убийства тут вообще нормально оправдываются. Дальше по тексту, что «бегали на карьеры, дразнили соседских собак, словом, занимались самыми обычными мальчишескими забавами». Заниматься забавами – это, по сути, забавляться. Ну, то есть это усложнение какое-то, какая-то искусственная конструкция, как будто бы приближающая это выражение какому-то официальному, как будто бы высокому стилю, но на самом деле канцеляризм и неуклюжесть. Это как осуществлять деятельность, вот в таком что-то духе, знаете. «Твое нахождение в команде под вопросом» имею это в виду, это речь просто двух приятелей. Один из них, который еще и подвыпил. «Твое нахождение в команде под вопросом». Да слово такое «нахождение» вообще подозрительное. А «твое нахождение в команде под вопросом», «твое участие в команде» Тут, конечно, очень много еще такой обыденной речи повседневной, типа, нафиг не надо, срань какая-то и так далее, но я это пропускаю как допущение, что это, ну, типа, книжка для молодежи, ну, и мы хотим разговаривать как молодежь, типа, сама писательница молодая, как я поняла по видео, то есть она как-то в этой среде еще находится, типа, это какой-то вот органичный язык разговорный, ну, допустим. Опять к вопросу об этике, на главной героине тоже решается, внутри себя решается на какое-то там вот убийство, на какое-то жестокое событие и, ну, в общем, главная героиня решает сделать так, как ей велели, убить, короче, там кого-то решается. За нас уже все решили, надо только это доделать, убеждает она своих там каких-то собеседников, напарников, которые еще сомневаются, стоит ли убивать детей, может быть, это все-таки как-то нехорошо. Короче, короче, не созвучно это мне, ладно. Значит, здесь упоминается очень много разных фольклорных существ, некоторые мне знакомы, допустим, да, например, кто такая юстрица, я не знаю, существовала ли такая действительно какая-то сущность в фольклоре или это выдуманное, я не знаю, да, и если бы текст в целом внушал мне доверие, я бы подумала, ну, наверное, так сделали исследование такое по фольклору, открывая для меня интересные какие-то понятия, с которыми я раньше была не знакома, то есть я через это фэнтези как бы ближе знакомлюсь с фольклором. Здесь же, я думаю, она сама выдумала эту юстрицу, то есть она имитирует что-то фольклорное или правда есть такое в фольклоре, возможно, это какая-то просто из головы взятая чепуха, потому что ощущение, что этому источнику можно доверять у меня не возникает после того, как я так анализирую вообще просто текст. Значит, тебе нечего терять. Я улыбнулась. Убивай. Или нет, поменяй термины. Освобождай, спасай город. Вот мне нравится, как здесь вскрывается вот эта вот природа, да, идеология. Кто-то называет это убивать, а кто-то освобождай, и сразу тебе как будто бы легче. Или представь, что это симуляция, то есть все рекомендации для будущих освободителей. Так, я чувствовала, как борется в ней первородный страх и чувство долга. А, ну здесь это чувствовала и чувство долга. В одном предложении друг с другом они идут. Абсолютно не необходимо здесь использовать два раза слово чувствовала и чувство. Ну, просто такая небрежность. Рядовая для этого произведения. Она наблюдала, как по полю шли двое. Высокий парень в светлом свитере и маленькая хрупкая девушка в простом синем платье. Клише, клише. Ну ладно. Я часто склонна прощать клише, но тут грех не зацепиться среди прочих недостатков. Жаль, лихо нельзя извести полностью. Можно только закрыть, спрятать, остановить, но не избавиться от него окончательно. Такая уж у него природа. Ну, это, конечно, в конце такая цитата, да, финал. Лихо заперли в каком-то, значит, ларце глубоко-глубоко у корней древа, вот этого вселенского древа. Как так обращаются со злом? Какова природа зла? Я дочитала до конца книги, чтобы посмотреть, к чему ведет автор. Потому что бывает, что сказка сказывается, да, может быть, она сказывается неуклюже, но у нее есть хотя бы какая-то форма завершена, какая-то логика, какой-то намек, добрым молодцем урок. К чему ведет нас Надя Сова? Что она хочет сказать? У меня создалось ощущение, что Надя Сова хотела, повторюсь, это моя фантазия, да, это не имеет отношения, наверное, напрямую к Наде Сова, это то, как я читаю текст. У меня создалось ощущение, что для нее было важно поиграть с этой атмосферой, поиграть с вот этой мрачниной, с историей про переход из одного мира в другой, где-то добавить фольклоров, добавить какой-то хто, не какой-то фольклорной жути, и с этим вот как-то поиграть, создать именно атмосферу и посмотреть, что будет, если вот так или эдак будут развиваться в ней события. Но ощущение, что у нее есть общее понимание устройства этого мира, у меня не возникло. Лиха – это просто какая-то, ну, это какая-то беда. Откуда она приходит? Как она связана с людьми, с их чувствами, с их эмоциями? Мы эпизодически это можем заметить? Там, допустим, этот лев, он был такой патологически властолюбивый, склонный к преступлениям в нашем мире, с легкостью попал под влияние лиха в ладном мире, так называемом. То есть в другой вселенной, где люди знают о домовых кикиморах и прочей нечисти, или всяких разных, это, по-моему, меткая словечка, да, всякие разные. Живут с ними бок о бок. Ну, то есть на примере льва мы можем хоть немножко прослететь, да, что лихо вот это какое-то вселенское зло воспользовалось львом и его властолюбием, и они как бы нашли друг друга, да, он стал охотно слугой этого зла. Ну, короче, тут существует великое некое зло, оно непонятно, откуда пришло, непонятно, куда ушло, в какой-то вот этот сундук, оно никак не связано с людьми. Это, на самом деле, очень архаичное, ну и, по сути, мне кажется, инфантильное такое, да, структура мира, в котором есть зло, а есть какое-то добро. Причем, что добро, как выглядит, у него тоже очень сомнительный облик. То есть, смотрите, у нас лихо абсолютное. Это абсолютное зло. Желание просто уничтожить всех, у кого есть души, да, пожрать эти души. Кто же у нас на стороне добра? Это кот, который обманывает, такой кот-баюн, или кот, который ходит на цепи вокруг древа, да, это какое-то связанное с древом, вселенским вот этим древом существо, которое действует во благо большого целого, во благо всего этого дерева. Если одна ветка загниет, ее надо срубить. Но, по сути, одна ветка – это одна вселенная, или, как здесь называется, один город. Москва какая-то, Москва в какой-то там вселенной. Она загнила, в нее пришло лихо, стала распространяться всякая нечисть зараженная. И что, говорит кот, надо всех там убить, потому что в этом мире все перерождаются, для них смерть – это вообще полная ерунда. Если лихо захватить эти души, будет еще хуже, зло будет распространяться дальше. А так мы их всех убьем, перезагрузим на новый этап, они будут в других мирах где-то перерождаться. Тут новая веточка пойдет, эту ветку мы просто схлопнем. Исполнителей для этого великолепного плана он заманивает обманом, он им не говорит всей правды, играет с жизнями всех этих людей просто во имя высшего блага, блага вот как бы всей вселенной. И этот мотив повторяется снова и снова. Но мне кажется, что это такой очень уязвимый для критики мотив, скажем так. Он может существовать в каких-то архаичных идеологиях или идеологиях, которые давно опровергнуты и считаются такими очень маргинальными какими-то. Но типа какая-то современная книжка для молодежи, когда такого рода концепции предлагают, мне кажется, что это просто недомысль какая-то. Не увидели цельный этот мир. А мне даже не хочется думать, что кто-то целенаправленно будет такие идеи вкладывать в книжку, да. Наоборот, с повышенной какой-то хитрости. И конспирологии во мне нету. Мне кажется, что это недодуманно абсолютно. Как раз этическая та самая сторона. Наша главная героиня в какой-то момент чувствует, что как будто бы она свою эту прежнюю жизнь потеряла и потеряла ее обманным путем. Ну и она как-то себя уговаривает как-то дальше жить. Она очень переживает за бабушку, с которой она жила. И она говорит, ну ничего, бабушка у меня сильная, она все переживет. То есть и нас как бы тоже уговаривают, и она себя уговаривает. Что-то там пусть старушка там вот она как-то сама крепится, живет в нашем мире, а девушка уж ладно будет тут как-то обустраиваться в этом другом, потустороннем мире. Тут мне вспомнилось «Троллепик» и «Дикая охота» Уны Харт. Тоже такая идеология, которая у меня противоречивое впечатление оставила. И там тоже главные героини из современного реального как будто бы, ну якобы, мира охотно переходит, и читатели вместе с ней с интересом переходят в какой-то параллельный мир, где действуют мифологические существа, мифологическая вот эта «Дикая охота». И девушка-то не очень хочет возвращаться в реальный мир, если я правильно помню. То есть это что, какой-то тренд, какой-то, не знаю, такой тотальный эскапизм, или что, почему героини новых русских фэнтези хотят уйти из мира, который мы все считаем реальным, да. Ну правда, вот у Нила Геймана в «Никогде» тоже такая история. Главный герой там возвращается в нормальный мир, но что-то потом его какие-то сомнения гложат. И вот он там, по-моему, я не помню, чем кончается, по-моему, он все-таки решает в этот волшебный прекрасный мир удалиться. Я могу понять эту логику у частного человека. Например, решить, что это какой-то этап взросления. Но когда я в книжке это вижу, я очень критично к этому отношусь. Мне кажется, что книжка, которую выпускает издательство, оно как будто бы ставит свое подтверждение на то, что да, это классная книжка, а ее надо прочитать многим людям. То есть издательство соглашается с тем, что вот именно такому подходу к добру и злу, к устройству мира, к взаимоотношению противоречивых особенностей человеческого характера, возможно, вот так подходить. Не знаю, мне это вообще не близко. Мне кажется, что сама Нали Сова может переживать вот такие этапы в своем взрослении. Но люди, которые решают это издавать, они делают ставку на какую-то очень сырую работу. Вот мое общее впечатление, что это очень сырой текст. В нем есть какой-то потенциал, там и обаяние, потому что вот сама эта задумка, она очень приятная. В ней много интересных ситуаций, которые можно разворачивать. И они тут даже неплохо разворачиваются. Тут есть захватывающие какие-то моменты и так далее. Но с самого начала чувствуется беспомощность языковая. Она вызывает у меня настороженность, как у читателя. И чем дальше я читаю, тем я более внимательно суждала хорошо. Поняла. Вот тут ты так делаешь, но к чему ты ведешь? И когда выясняется, к чему нас ведет Нади Сова, ну вот у меня возникает ощущение, что она сама не додумала немножко к чему. Во всяком случае, передать мне это не удалось. Ни на одной волне явно. Короче, мой вердикт такой, это сырой, недоделанный материал. Он может быть совершенно точно заслуженно лауреатом читательской номинации какого-то конкурса НДК, чтобы это не значило. Абсолютно понимая, почему читатели этому отдали свой приз зрительских, читательских симпатий. Но с точки зрения редактуры и издательского, какой-то вот доработки литературной, здесь вот прям провал, не провал. Ну, короче говоря, невысоко я оцениваю. Трайбан я на два с половиной даже оцениваю. Вот прям вот такая. Вреднятина. Теперь «Призрак для Ани». Графический роман. Это шедевр, пишет Нил Гейман. Видимо, неспроста он здесь упоминается, потому что Вера Бросгол, которая родилась в 1984 году, а в пять лет уехала с семьей в США, из Москвы, работала над такими проектами, как Каролина, Паранорман, то есть над какими-то анимационными проектами. Она работала. А потом решила делать свои комиксы. Посвящен девочке Ане, которая, как я уже упоминала, происходит из русских. И вот начинается русская клюква прям с самого начала. На первых страницах мама готовит сырники. Мама, понятное дело, русская, мама такая округлая женщина. Аня выглядит, как по мне, совершенно нормально, но у нее, конечно, есть убеждение, что она ужасно жирная. Она, конечно же, ест один сельдерей. И говорит, что у нас на завтрак? Мама говорит, сырники. Девочка такая, да ты что, они же жирнющие. А мама говорит, в России все знают, что толстый значит богатый, как олигарх. Я тут, конечно, споткнулась, потому что я слышала, что как будто бы в Африке, в каких-то вот районах, где люди реально голодают, до сих пор сохранились вот эти убеждения, что толстый человек, он, значит, благополучный, он не умрет от голода. В России я не слышала такого. Через несколько страниц Аня приходит в школу, и ее дразнят, что вон Дима, дескать, вы наверняка нехило сдружились в очередях за хлебом. Я такая думаю, что, наверное, это речь про 90-е годы. А я вот в начале 90-х очереди застала. Ну, думаю, ладно, возможно, про это время оказывается. Но потом Лена говорит, что действие происходит как будто бы в 2011 году. Пока у меня какие-то ворчливые сомнения насчет именно вот этой русской темы. Хотя, что тут больше будет дальше с Аней, мне интересно. Аня в школе не очень популярна. Ее дразнят там более какие-то популярные дети. Она падает на физкультуре, все видят ее трусы. Что такая за история? Если все девочки на физкультуру ходят в юбочках, наверное, у них какой-то существует у всех общий выход, какие трусы надо носить под такие юбочки. Но почему-то у Ани какие-то вот они особенные. Их называют панталонами. С девчонками мы обсуждали, с Леной и Олей, с буктюбной нашей тусовкой, которая недавно сложилась. Обсуждали эту тему. Они говорят, наверное, смеются, что у нее не стринги, а бабушкины трусы. Ну, вот такой вариант только, разве что объяснение, потому что больше я ничего не понимаю. Аня наша знакомится с призраком. В самом начале книжки она падает в какую-то яму и знакомится там с призраком. И этот призрак потом от нее не отстает и дальше каким-то образом будет влиять на ее жизнь. Тут, конечно же, Ане нравится какой-то популярный мальчик. Популярный мальчик встречается с популярной девочкой, конечно же. Но также и какие-то двусмысленные разговоры ведет с Аней, из которых она может какую-то получить подпитку своему романтическому чувству. Тут у меня осенний листочек. В общем, будем дальше с Аней знакомиться. Анастасия 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дочитала я Призрак для Ани Это подростковая история, история взросления Там, где подросток от своей семьи открещивается, желая быть принятым в стае и популярным в школе Но благодаря некому уроку жизненному Аня понимает, что ее семья все-таки дорога Она уже может себе позволить такую мысль, что такая, какая она есть, она может тоже быть Да, это история про то, как мы стараемся понравиться другим, теряя себя, с одной стороны А с другой стороны про то, что чужая жизнь может со стороны выглядеть безбедной или прекрасной Или очень такой желанной Но это всего лишь картинка, иллюзия внешняя А что на самом деле у людей в жизни происходит, мы не знаем И зачастую может оказаться, что лучше было не пытаться быть кем-то другим, да, жить свою жизнь И если не считать каких-то претензий, связанных с стереотипами о русских Ну, в общем, симпатичная такая, поучительная, подростковая история Милая, забавно нарисованная Парочку каких-то переводческих странностей я заметила В частности, вместо Ближнего Востока говорится Средний Восток Middle East это по-английски, да, а по-русски это будет Ближний Восток Издали этот комикс Эксмо Здорово, что на память от Лены Мне досталась вот такая вот книжинца, которую можно не только мне прочитать, но и детям дать Книжка с картинками быстро читается Как раз для средней и старшей школы Книжка с картинками быстро читается 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Ночь началась или надо сходить поесть. Мальчики приносят какие-то дары, явства, которых она не видала, скорее всего, никогда в жизни. И она продолжает сказку. В сказке появляется тоже принц, который сбежал из дома, и некая таинственная старуха. И старуха начинает свою историю. То есть, как часто бывает в сказках, и там у той же Шахерезады, сказка в сказку складывается и так далее. Язык перенасыщенный всякого рода эпитетами, цветистостями, поэтическими сравнениями. В этом есть и обаяние определенное. Ну и я вот какую-то некоторую искусственность в этом ощущаю. Тут еще перевод имеет значение. Здесь пишут, что это лабиринт из нерассказанных мифов и мрачных сказок. Ну вот да, это попытка, во-первых, придумывать какие-то мифы, но и опираться на существующие традиции. От Тысячи одной ночи до Исландских сказаний. От Братьев Гримм до Русских сказок. От Геродота до Андерсена. Да, вот такая эклектичность, она и поначалу видна, хотя вроде бы на восток указывают все описания локации и культура. Калейдоскопическое полотно. Драконы-пираты, ведьмы-оборотни, монахи с собачьими головами и так далее. Я в детстве обожала Тысячу и одну ночь. Собрание русских сказок, узбекских сказок, вообще всех, которые мне попадались на глаза. Мне нравилась, во-первых, краткая форма, а во-вторых, то бесконечная череда этих образов. В средней школе, даже в старшей школе, это у меня было приятное такое занятие, читать какой-нибудь сборник сказок, который мне подвернется. Скорее всего, в тот читательский период мне было бы очень интересно сразу же эта книжка. Я бы погрузилась в нее с удовольствием, особенно осознавая, что это стилизация некая. Мне было бы любопытно, что это одновременно увлекательные, такие же таинственные, цветистые сказки странные. А с другой стороны, их кто-то придумал нарочно, чтобы к своему какому-то пункту привести. Вот мне было бы любопытно, к чему он ведет и так далее. Сейчас я как-то спокойнее отношусь к сказкам, к этому всему жанру, он меня не так очаровывает. И я очень пристально, критично смотрю на вот эту попытку стилизации, ее оцениваю, вместо того, чтобы там просто наслаждаться, допустим, повествованием. Причина, по которой я бы стала дочитывать эту книжку до конца, заключалась бы в том, что я бы хотела узнать, для чего решила Кэтрин Валента поиграть с этими сказками. То есть, хотелось ли ей просто попытать себя как стилиста, который способен воспроизводить нечто подобное, фольклор разных стран. Либо у нее есть какая-то логика. Вот эти цветистые сказки – это всего лишь инструмент, всего лишь такая богатая палитра, которой она пользуется. В принципе, мне кажется вполне понятным и желание себя вообразить такой сочинительницей, и желание использовать сказки, пусть и выдуманные, для того, чтобы свою какую-то большую историю рассказать при помощи вот этой мозаики сказок. Мне второй вариант, конечно, интереснее, потому что вот это детское такое желание тоже сочинить сказку. В принципе, я вот в лихо его увидела, но для меня проблема в том, что все вот эти вот витиеватые сказки, они все имели какую-то родословную. У них всех была причина появления. Они уходили корнями в быт каких-то вот там древних людей, в их страхи и верования, в их повседневность, в то, как она… Ну, то есть они очень обусловлены, мне кажется, какими-то там сказками для инициации предназначены, для передачи мудрости, для передачи каких-то вот таких знаний родовых. А когда мы попытаемся сочинять сказки, подражая фольклору, мне, как читателю, важно, чтобы автор не скатывался просто в пустое такое подражательство. Важно, чтобы он осознанно использовал вот это подражание для того, чтобы какую-то свою свежую там мысль высказать. Вот как-то так. Прочитаю, докуда смогу, но не уверена, что меня хватит, потому что книжка довольно такая пухленькая, и ее нужно читать, конечно, лучше с удовольствием и с упоением. А читать ее просто из исследовательского интереса – это нужно, ну, какую-то очень сильную мотивацию. Не уверена, что она у меня будет. Но в целом, да, когда читатель находится в таком вот возрасте увлечения, в своем читательском возрасте, подчеркну, увлечения таинственными, завораживающими, пугающими, чудными историями, эта книжка очень даже, мне кажется, приятна была бы. Вот. Друзья, привет! Уже воскресенье. Ой, синечка только что была. Синечка тут на подоконнике прыгает. На тринадцатом этаже. Минуточку. Это уже воскресенье. Я начала читать «Кентервильское привидение» и застопорилась текстом небольшой, но застопорилась я опять со своими исследовательскими придирками. Буквально первое предложение текста читаю. Когда мистер Хайрам Биотис, американский посланник, решил купить Кентервильский замок, все уверяли его, что он делает ужасную глупость. Было достоверно известно, что в замке обитает привидение. Сделайте паузу и напишите в комментарии вашу догадку, что зацепило мой взгляд и вынудило меня искать другой перевод этой книги, чтобы посмотреть, что за дела. Американский посланник. Звучит как-то странно. Почему-то меня это зацепило. Книга издана Аркадией. И переводчиком здесь значится Юрий Кагарлицкий, точнее его наследники. Я понимаю, что перевод старый, раз наследники указываются в качестве владельцев авторских прав. И оказывается, что изданная в 1991 году «Комната с гобелинами» сборник страшных историй готических, и не только страшных, тоже дан здесь Оскар Вальд в переводе Юрия Кагарлицкого. Почему он Юрий? Как я узнала, что он Юрий? Суть в том, что переводчик тот же самый. И смотрим, как он здесь начинает. Когда Хайрам Б. Отис, американский посол, решил купить Кентервильский замок и дали по тексту. То есть здесь он посол. Зачем-то его в издании 1922 года сделали посланником. Непонятно, зачем заменили посла на посланника. При том, что копирайт-то тот же самый, переводчик тот же самый. Я стала читать дальше и сверять текст. И нашла в одном месте еще одно разночтение. Потом я уже утомилась, конечно, от этого всего и отвлеклась. Но там ее пример лишний раз подтверждал, что теперь у нас с Америкой все одинаковое, кроме, разумеется, языка. А в новом издании ее пример лишний раз подтверждает, что теперь у нас с Америкой и так далее. Но тут все в прошлом времени. Она обладала великолепным телосложением. Ее нелегко было отличить. И ее пример лишний раз подтверждал. В новом издании ее нелегко было отличить. Она обладала великолепным телосложением. Но ее пример лишний раз подтверждает. Зачем вот такие маленькие разночтения сделали? Кто их сделал? Кто сидел и делал эти маленькие правки? Для меня остается загадкой. Если вы знаете, пожалуйста, поделитесь вашей информацией. Юрий Кагарлицкий. Юлий. Юлий Кагарлицкий. Я прошу прощения. Значит, очевидно, что в 91-м году Юлий Кагарлицкий еще сам как-то участвовал в издании этой комнаты с гобелинами. Здесь же его наследники. То есть она без, видимо, его участия. Текст приобрел какие-то нововведения. А, ну, надо, наверное, посмотреть первоисточник. Он вообще американский министр. Понятно? Что еще больше путает ситуацию? Ну, ладно. В общем, я застряла вот на этом сравнении. Однако успела, из этих небольших страничек, что я успела прочитать, я поняла, что это очень юморное произведение. То есть готический вот этот роман, он взят за основу и за основу для насмешки. Пока изначало видно, что Оскар Уальт уделяет внимание противопоставлению американцев и англичан. Он говорит, это доказывает лишний раз, что теперь у нас с Америкой все одинаковое, кроме, разумеется, языка. Это, ну, как бы остроумное какое-то замечание. Да, и он иронизирует над привычками аристократии английской и тем, как американцы на это реагируют. Вот этот диалог между лордом Кентервильским и американским нашим посланником все время указывает на какие-то такие вот иголочки между англичанами и американцами. Впервые Кентервильское привидение вышло в 1887 году. И я вот настроена так дальше читать это, что это будет какое-то очень ироничное произведение. Еще здесь есть картинка вот в этом издании. Здесь изображен скелет, такой призрак-скелет в латах. Дети в него стреляют из рогатки, с чего становится понятно, что американцам нипочем этот призрак. И, скорее всего, он, в общем, никого не напугает, возможно, его напугают эти американцы. Так что я предвкушаю дальнейшее чтение. Оказалось, что Вася знаком уже давно с этим текстом, они пару лет назад его читали с папой. Ну, вот будем, значит, перечитывать. Я как-то хорошо очень настроена. Уже в рамках этого влога, наверное, не расскажу, но в прочитанном, может быть, расскажу в конце октября. И хотела еще в финале сказать про одну книжку, которую тоже на днях закончила читать. Не в эти выходные, но вот буквально перед ними. Я дочитала давно лежавшую у меня Лору Белоиван, ее южно-русская Овчарова. Или, может быть, Овчарова, но я про себя всегда говорю Овчарова, потому что не имею какого-то четкого ориентира. Я очень много хорошего про эту книгу слышала и начала ее читать с большим удовольствием примерно год назад. И потом я как-то отвлеклась, ну, очень мне нравилась она. Но я отвлеклась на другое, как это часто со мной бывает. А тут решила дочитать после того, как я откнулась. Тоже у Мастрюковой начала читать Болотницу на свой страх и риск, хотя слышала много предупреждений таких достаточно критичных относительно текста. И вот он мне показался до того простеньким и каким-то конъюнктурным, что я прямо огорчилась. И там же, где у меня лежала Болотница на букмете, там же и у меня и Белый Иван. Я обратилась к южно-русскому Овчарову и просто меня отпустило, отпустило вот это сердитое отношение к каким-то конъюнктурным текстам. Не по моему вкусу сделанное, скажем так. Тут я нашла блюдо, сделанное как раз по моему вкусу. Потому что у Белый Иван и язык богатый, и истории такие очень жизненные, не высосанные из пальца. И мистика, и ощущение присутствия потустороннего, она там очень, ну тоже не искусственная какая-то, она сделанная прямо из, вот такая внутренняя, из настоящего сделанная. Наверное, можно жанр ее произведений отнести к магическому реализму. Потому что это реальный поселок описывается на Дальнем Востоке, на берегу, там море или океана, сейчас простите мою географию. Реальные люди там живут, какие-то понятные обстоятельства их жизни. Но при этом все время это южно-русская Овчаров находится как будто бы на границе между мирами или что-то такое. Какие-то странности происходят, но они настолько привычные, они настолько иногда мимикрируют под привычный нам абсурд повседневности российской, особенно в глубинке где-то, что не всегда и разберешь, где здесь мистика, а где здесь типичный абсурд, такой привычный и узнаваемый. Очень мне нравится, как это написано, это какое-то, что-то там есть очень гоголевское такое, при том, что где гоголь, где Белоиван, опять же, вот эта южно-русскость украинская и овчаровская, они как-то перекликаются, деревенский вот этот вот быт. Казалось бы, где в 21 веке найти такую деревню, как Диканька, да? А вот она, Диканька на Дальнем Востоке. Прям очень много в этом традиций, очень много таланта и работы с языком какой-то такой ненатужной. Сейчас я дочитала небольшой хвостик от Белоиван, а большую часть, больше массив текста прочитала раньше. И когда я вот подряд читала, там много рассказиков таких, они собираются в такой вот корпус, который дает общую картину. Где-то перекликаются персонажи, где-то дополняют, проясняется что-то в других историях. И вот я читала много этих рассказиков, и где-то у меня встречались какие-то претензии, не претензии, ну, какие-то, может быть, моменты, где не совсем идеально мне казался этот текст, где он немножко спускался на землю, было понятно, что это живой человек пишет, да, наша современница, и все мы несовершенные и так далее. Но в основном у меня было вот голимое восхищение этим текстом, действительно желание приподнять так на пьедестал, настолько это было замечательно во всех смыслах и богато. В целом уровень этого повествования, уровень текста и фантазии, и идей, которых она там передает, он такой существенно выше среднего, прям вот почти к гениальному даже подходит. Так мне казалось, во всяком случае, во время чтения очень небольшое удовольствие получала. И хотя в целом атмосфера южно-русского овчарова, она как будто бы такая зимняя, там очень много зимних кусочков, но там есть и другие сезоны, и самое главное, что в хэллоуинскую, уже тябрьскую пору привлекает внимание это постоянно повторяющиеся сюжеты соприкосновения с чем-то волшебным, потусторонним, общение с мертвыми, причем такое вот не пугающее, а житейское какое-то. Но все равно мурашки проходят по коже. Но опять же я вот эти мурашки у себя расцениваю не как жуть соприкосновения с потусторонним миром, а как настолько правду, какое-то соприкосновение с моими чувствами, связанными с вот этим потусторонним миром, с моими реальными мертвыми, грубо говоря. Как-то так тонко Белый Иван ловит вот этот момент, когда смерть, она не что-то пугающее, невыносимое, какая-то хто не ужасная, а когда это часть жизни, и вот по-житейски мы как-то ее проживаем, переживаем, знаем, что она есть, как-то с ней справляемся в своей жизни и так далее. Очень интересно, такие сюжеты есть про оживающих мертвецов, чем они питаются и что-то такое. Но это не взятое из головы, как это просто мрачнина ради мрачнины, а это такие вот что-то похожее на сон, да. Там очень много такой сновидческой реальности, и тебе кажется, что это, а, это ему снится сон, но потом он развивается, развивается, и выходит так, что результат это в реальности. То есть это и не сон стало быть, но и совершенно необъяснимое какое-то происшествие. И потом вдруг совершенно тоже неожиданный твист в финале. Мне очень нравится, что она так ведет сюжеты, что сначала ты узнаешь, потом ты думаешь, здесь какой-то трюк, потом, а, я узнала, что это за трюк, а потом этот трюк ведет тебя еще в какую-то обманку. И итог такой очень, ну, тоже неплоский, какой-то интересный. Прям замечательное это чтение. Мне вот кажется, что вспомнить об этой книжке, может быть, кому-то впервые порекомендовать ее, самое время в жутебре, потому что можно начинать ее вот в эту пору, когда души всех умерших как будто бы приближаются куда-то к грани с реальностью живых. Вот эта жуткая атмосфера, она так нагнетается всячески, в медиа особенно, да. И вот эта граница между мраком зимы и теплом и лета и осени тоже происходит прямо вот сейчас. Самое время это начинать. А потом это у вас пойдет чтение на зиму, и все зимние сюжеты тоже будут подкреплены какими-то реальными впечатлениями из вашей жизни. Замечательная, в общем, книжка. Мне хотелось внести в этот влог что-то и по теме подходящее, и то, что мне реально понравилось, о чем приятно говорить, и что приятно хвалить без всяких «но», без всяких вопросов или подозрений, как с этим, значит, американским посланником. Спасибо большое, что вы провели это время со мной. Пишите мне в комментариях, что вы читали из упомянутого мной. Пишите, читаете ли вы вообще в октябре что-то жуткое, насколько на вас вообще влияет вот эта медиа, культура, которая все больше и больше обращает внимание на такой, вроде бы совсем не присущий нам праздник, да, Хэллоуин или просто вот эта жуть такая осенняя, насколько она вас влияет, насколько вам… Я знаю, что у многих она может вызвать и протест просто от противного, потому что все на это так давят, а я вот не буду. Это мне тоже совершенно понятно. Ну и очаровано, очаровано возможностью как-то романтизировать вот этот мрачный переход, придать ему карнавальность, придать ему вот какую-то тематичность. Мы дома, наверное, там наряжаемся в шляпы какие-нибудь ведьминские, включаем свечи и достаем такие накладные ногти и устраиваем какую-то вот такую вечеринку в узком кругу, потому что этот карнавал, он как будто бы просто необходим, чтобы осветить немножко дни перехода к тьме, да, так сказать. А вот, ну то же пишите, как вы к этому относитесь, что вы читаете в связи с этим, какое у вас особое жутябрьское чтение. И встретимся с вами в новых видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»